Здарова, Ютуб! Здарова, Дзен! С вами Джон, он же Новости 312. Сегодня в этом ролике мы поговорим о следующих темах. Во-первых, о техобслуживании, которое опять у нас сегодня начнётся, или уже началось, я вот точно не помню, касаемо Destiny 1 внезапно. То есть вчера у нас вторая часть обслуживалась, а сегодня первая. Ну, если вдруг кто-то продолжает в неё играть, ну, в первую часть, в смысле, в первой Destiny, то в 8 вечера, точнее, в 7 вечера по Москве начнётся техобслуживание, потом в 8 вечера она закончится, ну, и у игроков мог быть проблема с тем, чтобы заходить в первую часть. Поэтому, если что, чуваки, мы за вас переживаем, как у вас там всё. Далее. Ожидается, либо сегодня вечером, либо завтра вечером, перед Твабом или Твидом, очередная статья от Банжи, где они поделятся с нами, я не знаю, инфой про экзот броню, про ребаланс чего-то там ещё. В общем, ожидаем. Думаю, будет любопытно. Естественно, всё это дело будем разбирать на стриме, и видос будет отдельно на канале. Ну, и осталось чуть меньше двух недель до выхода Destiny 2 Showcase, он, естественно, будет в 7 вечера по Москве, я буду это всё смотреть, комментировать, обсуждать с вами, ну, и там у нас будет рассматриваться запуск 22 сезона, будущее Destiny и так далее. В общем, что тут можно сказать? По поводу дальнейших тем. Отсылки на Красную Войну разберём из последнего лорного сообщения от Банжи на Неамуне. Также, что нам следует ждать в следующем сезоне в плане изменений. И ролики о прошлых событиях игры, которые в будущем каким-то образом сохранятся в игре. В общем, всё это мы сделаем, всё это рассмотрим после вашего лайка, подписки на канал, продолжения охотчика, прохождение по всем ссылочкам в описании ролика для поддержки стрима. Напоминаю, что у меня тут на Твиче трансляции проходит практически каждый день, где со мной вместе можно поиграть, позадавать какие-нибудь вопросы и поучаствовать в хипоотиках. Ну, и если кто-то захочет попасть в один из следующих роликов, можно это делать при помощи доната во время стрима, если сумма в 10 раз увеличится. Как вот у нас получилось у товарища. Кто здесь? Таля, спасибо за 150 рублей. Опа. Жили-были увеличил твой донат. Спасибо за полтора получается, косаря. Ну и спасибо всем тем, кто поддерживает меня на бусте. Что ж, по поводу отсылки к Красной войне. Здесь вот, я думаю, лучше начать сначала. Посмотрим фрагмент со вчерашнего ресета. А потом заценим изначальное, ну первое появление вот этой вот фразы в Destiny 2. Не уверен, что разделяю решение Хиомы скрыть грехи прошлого, но... Не знаю, как поступил бы я на ее месте. Квин говорит, что в этом файле содержится сигнатура данных. Будто по сети ползло что-то еще. Сигнатура Вексов? Что такое MSUNT12? Осталось расшифровать всего одну запись. Возможно, мы скоро узнаем. Территория зачищена, команда раздавала. Отличная работа, Страж. Какие данные удалось получить? Здесь есть практически нечитаемый артефакт с данными. Файл называется Окса. Он сильно поврежден. Я могу только прочитать имя. MSUNT12 в журнале доступа. Что такое Окса и что это за MSUNT12? Отложим эти вопросы на другой день. А пока выражаю благодарность. Ну, как вы видите, отложили это дело надолго. То есть терминал знаний у нас появился чуть ли не в первом году Destiny 2. А с момента выхода нашей любимой второй части франшизы Destiny прошло уже не много не мало 6 лет. Соответственно, подождали, подождали. Будет Орна, если банджи изначально задумывали всю эту тему с моей Сундареш. Потому что, ну, во-первых, я вот посмотрел еще в оригинале, да, этот лорный отрезок. И здесь упоминается Sins of the Past. Ну, те же самые грехи прошлого. Тут конспирологи могут подумать, смотря на эту ракетницу, что, возможно, у нас в следующем сезоне вернется Левиафан. Но это вряд ли. Вот, а по поводу MSUNT12, ну, помимо того, что, поскольку это было так давно, как вы видите, в изначальном упоминании MSUNT используется без буквы D в русской версии, а вот уже во вчерашних логах уже с русской версии, с буквы D. Тут вот народ предполагает в комментариях у одного западного ютубера то, что MSUNT12 это Майя Сундареш 12 эхо. То есть то же самое, что и эхо, которое использовали Брат Вэнс и Осирис. Ну, их астральные проекции. Проклятие Осириса в дополнение там очень много про это рассказывалось. Так что достаточно любопытно сюжет развивается. Обидно, конечно, то, что немногие люди вот это вообще заметят, потому что, опять же, найти этот кругляшок достаточно сложно. Ну, надеюсь, хотя бы из этого ролика станет более-менее понятно. Ну, что ж, ждем следующую неделю. Интересно ситуация развивается. Как вот там это все дело происходит, потому что, ну, напоминаем, да, то, что то ли Хиома, то ли Майя Сундареш, я вот не помню уже точно, это такой вот прообраз Эгза. А, ну да, это Майя Сундареш там, это прообраз Эгза. Лакшми 2, которая была лидером какой-то грядущей войны, она погибла при вторжении Вексов перед началом Королевы-Ведьмы, когда вот, собственно, предала нас. И ее предала Саватун в дальнейшем. Как-то так. Тут геймпост запостил, геймпост запостил, ха-ха, небольшую статью по поводу того, что нам следует ожидать в обновлении 22-го сезона. Ну, в принципе, большая часть из этого было в статье State of the Game, но, может быть, кто-нибудь не заметил там или пропустил. Что нас ожидает? Во-первых, экзотический ротатор миссии, то есть вернуться предвестие, тайный глаз и операция щита Серафима. Соответственно, там тоже будут пушки, которые у нас доставали с этих активностей, про которые меня много спрашивают. Будут катализаторы, но их, эти пушки, можно будет крафтить. Все это будет доступно в первый день 22-го сезона. Дальше. Уровень силы останется таким же, 18-10. То есть не придется качать себе шмот, надо будет качать только артефакт. Видос про подготовку к этому сезону у меня есть на канале, собственно, буквально вчера выпустил. Новые ограничения по валюте. То есть у нас высших осколков теперь будет 30 на весь аккаунт. Раньше было 10 на персонажа и так далее, на почту и на аккаунт. Точнее, суммарно было 40, сейчас получается будет 30. То же самое с высшими осколками, с высшими призмами и так далее. Улучшенные призмы, сейчас их будет 100, раньше было 50 на каждого персонажа. То есть было 150. Получается. Затем. Что касается косметики. У нас будет возможность выбирать любимые шейдеры. То есть не придется по всей... По целой куче вкладок ползать, чтобы найти свой шейдер 1 или 2, которыми вы пользуетесь. Далее у нас трансматы, телепортационные эффекты наконец-то появятся на выборе в самом корабле. Не придется опять же по всей коллекции лазить, чтобы его там оттуда достать. Потом корабль нужно ставить. Новая сезонная структура будет. То есть то, что игроки захотят делать, чтобы получить какие-то сезонные бонусы. Им надо будет до этой активности, до этого рубежа дойти разными способами. Ну там как это... Там это реализовано примерно как в ПВЕ. То есть у вас есть одна цель, которая может дойти несколькими тропами. Ну в принципе прикольно. Новый режим ПВП будет. И карта. То есть реликвии, шахмат и так далее. Карта с вексами будет. У нас соответственно мультиплекс называться. Надеюсь с ней банжи не облажаются, как с раздором. Дальше можно будет у той же самой Элси Брей и незнакомки покупать фрагменты за блеск. То есть не придется делать всякие там хитровыдуманные квесты ради этого. Это большой плюс, потому что это многих останавливало от того, чтобы пересоздавать своих персонажей. Тут ставим лайк. Новые аспекты нитей будут у нас. На Охотника Вихревой Водобород. Для Титана Знамя Войны. Для Варлока Прогулка по Переплетению. Новая вкладка ресурсов у нас появится. То есть вместо того, чтобы это все хранилось у нас в инвентаре, это будет в отдельной вкладке ресурсов у нас в менюшке. Что прикольно. Место перестанет занимать. Экзотические некоторые броньки будут переделаны. Которые у нас не особой популярностью пользовались. Также по поводу рейды из первой части. Предполагается, что это будет Кроту. Но посмотрим. Может быть это будет Левиафан. Может быть это будет Источник Кошмар. А нет, Источник, как бы сказать, Истребитель Прошлого. Может быть это будет Вратов Демашин. Но я все-таки ставлю на Кроту. Но посмотрим. Осталось совсем немного ждать. Новые награды у нас появятся. То есть в ПВП появится пистолет-пулемет статусный. В налетах появится Солнечная Знайперская Винтовка. То в Гамбите появится Пустотный Пистолет-пулемет. В Испытания Хасириса нитевый гранатомет. И револьвер Солнечный Магма-Молот. В Железовом Знамени появится Винтовка-Разведчика с нитями. В Сумешем Налете появится Правило Назирателя. Револьвер. И Лук Точный Астианакс-4. Ну и новая эмблемка будет у нас в состязательной игре. Также у нас там будет в Испытаниях Хасириса новый сет брони. И в принципе из основного это все. Ждем также пресс-релиз окончательной формы и следующего сезона. Что же нам там покажут. Ну и последний момент. В статье GamePost опять же упомянули. Ну до этого мы об этом читали в Твиттере. Банжи упоминали об этом в Твабах. Но теперь есть шанс на то, что у нас будет не сплошной текст по поводу того, что происходило раньше. Ну типа там вот был такой вот кабал по имени Гоул. Мы его убили и восторжествовала справедливость. Вполне возможно, что многие из прошлых сюжетных роликов, которые у нас были в миссиях, в сюжетке там каких-нибудь сезонов останутся в игре. Ну к примеру, ролик касаемо того, кто такой свидетель, как он появился, у нас останется в игре. Его можно будет посмотреть. И очень многие игроки надеются на то, что вообще в принципе те сюжетные ролики, которые у нас были касаемо сезонов, останутся в игре тоже. Так как, ну, это немножко неудобно, что у нас выходят DLC, каждый из этих DLC содержит 4 сезона, а потом эти 4 сезона уходят в хранилище контента, и у нас остаются по сути сюжетки только дополнений. И они плохо вяжутся друг с другом. То есть мы вот только что победили Королеву-Ведьму, а сейчас у нас вот внезапно прилетел свидетель зачем-то, почему-то. В общем, надеюсь, Bungie над этим поработает. То, чтобы не пришлось людям на YouTube лазить, смотреть там краткие пересказы, либо в игре, либо от каких-нибудь стримеров или блогеров. Вот все-таки я сторонник того, чтобы все, что нужно игроку, было в игре. Желательно, чтобы это вообще было в виде полноценного там 30-40-минутного ролика хотя бы, ну, чтобы была вся сюжетка игры, ну, либо это было бы в виде аудиозаписи, которые можно было бы слушать, к примеру, когда вот мы там в сотый раз проходим какой-нибудь налет, который нас уже достал, чтобы это как-то влияло на атмосферу, ну, было бы прикольнее. Ну, ладно. Ждем сейчас статью от Bungie. Она будет либо сегодня после 6 вечера до 9, либо завтра с 7 вечера до 9. Также завтра будет ВАП или ТВИТ, в пятницу будет ЗУР, также будет испытания Ассилиса, в которых, скорее всего, у нас будет пистолет-пулемет 750-й. Бессмертный кому-то надо будет. Ну, а на этом у меня все. Спасибо всем за просмотр. Лайк ставим, лайк ставим, комментарий пишем на канал, подписываемся, как хочешь, прожимаем, чтобы не писать о давлении о выходе новых видосов. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok